Рада приветствовать вас в всех новом вебинаре «Тест-драйф-системы бизнес-аналитики Яндекс.Даталенс». Сегодня у нас такой обширный вебинар. На нем присутствуют мы, компания BI-Consult, Йолова и непосредственно сами представители DataLens. Меня зовут Виктория Кослова, представляю компанию BI-Consult в роли направления бизнес-аналитики. Давайте я кратко расскажу сначала о компании BI-Consult, кое-то мы такие, и чему непосредственно посвящен наш сегодня с вами вебинар. Мы на рынке 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. Под внедрением мы понимаем целый цикл работы. Это написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных и полноценных ДВХ. Если это необходимо, в рамках проекта, также это полная техническая реализация и обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. Наш с вами вебинар посвящен тематике по следам непосредственных исследований BI-Круг Громова. Что же такое BI-Круг Громова? Это исследование русских BI-систем, которое выходит ежегодно на рынке. Буквально в марте месяце вышла его третья часть. Обзор создается российскими разработчиками. Сейчас вы видите на своем экране этот сайт, как раз непосредственно Russian BI, на который можно зайти, заполнить форму и получить это исследование. Мы проверили порядка 40 систем бизнес-аналитики, скачивали каждый дистрибутив, устанавливали и на практике проверяли, как данная задача непосредственно работает с той или иной реальной бизнес-задачей. Сейчас в рамках вебинара мы покажем вместе с нашими коллегами из Йоловы, как непосредственно строится архитектура правильная для того, чтобы построить, серьезно реализовать проект в DataLens непосредственно. И полностью весь шаг мы пройдем от архитектуры до конечного результата – это построение красивых дашбордов. Давайте кратко проговорим орг-моменты. У нас с вами есть чат, то есть там, где мы можем обмениться с вами какими-то либо мнениями, обсуждать, что происходит. Блок вопросов. Я прошу сразу направлять блоки вопросов. Если вы напишите его в чате, мы можем его просто не увидеть или каким-то образом пропустить. Отвечать на вопросы мы будем блочно, то есть после такой небольшой ознакомительной части, после того, как мы с вами разберем архитектуру. И третье завершающее – это когда мы с вами реализуем полностью готовые дашборды, поговорим про визуализацию, про внедрение. Давайте я передаю слово своим коллегам из Йолова для того, чтобы они рассказали немного о себе. Коллеги, добрый день. Подскажите, меня слышно? Поставьте, пожалуйста, огонечек, если со звуком все в порядке. Отлично, спасибо. Давайте знакомиться. С вами на связи Мария Чернышкова. Я являюсь руководителем отдела консалтинга компании Йолова. Сегодня в нашем мероприятии мне помогут мои коллеги Леонид Соловьев и Ирина Элбакиева. И, как правильно заметила Виктория, я начну с того, что немножко расскажу в целом про нас как компанию Йолова и немножко расскажу в целом про то, что такое Яндекс.Дата.Платформ. И дальше уже перейдем к рассмотрению непосредственно кейса и вариантов его решения на платформе Яндекс.Дата.Платформ. Итак, мы компания Йолова. Мы являемся партнером Яндекса по внедрению платформы Яндекс.Дата.Платформ. Но это не единственное наше направление. Мы также являемся партнером Bittrex24 с компетенцией крупные корпоративные внедрения и являемся золотым партнером Майкрософта. В области наших интересов, в области наших проектов лежат как проекты комплексной автоматизации бизнеса, также и выполнение проектов по интеграции бизнес-приложения и внедрению, разработке и сопровождению BI-решений. Естественно, на платформах, которые мы внедряем как партнеры, перечисленных ранее вендоров. На сегодняшний день в нашем портфеле более 100 проектов. Для реализации этих проектов мы в том числе разработали 13 собственных решений, а наша команда является сертифицированной командой по решениям выбранных вендоров. У нас на текущий момент более 250 сертификатов и более 50 сотрудников с опытом работы более трех лет. Такая небольшая справка про нас, как про компанию Йова. Если вам будет интересно почитать о нас больше, вы можете зайти на наш сайт, познакомиться более детально с теми вопросами, которые вас интересуют. Ну а сейчас я перейду непосредственно к тому, что же такое Яндекс.Дата.Платформа. Начну с того, что это в первую очередь набор российских облачных сервисов, которые дают нам возможность как внедрять BI-систему с нуля, так и мигрировать уже существующие системы на российское программное обеспечение. Те самые облачные сервисы позволяют нам реализовывать BI-системы любого масштаба. То есть это могут быть BI-системы как для реализации каких-то небольших задач, так и достаточно серьезные решения, которые предполагают реализацию как корпоративного хранилища данных, так и визуализацию аналитической отчетности на базе этого корпоративного хранилища данных. С точки зрения стека используются open-source решения и, собственно, уникальные технологии, разработанные командой Яндекса. Яндекс.Дата.Платформ — это лучшие мировые сервисы для хранения и обработки данных, которые используются ведущими мировыми компаниями. Яндекс.Дата.Платформ предоставляет нам перекрестные интегрированные сервисы, то есть дополнительная разработка не нужна для того, чтобы подружить два разных сервиса. Кроме того, это простые инструменты управления, которые снижают технологический барьер, возможности кастомизации, то есть применения конкретных интеграций компонентов в соответствии с той проектной архитектурой, которая нужна для решения конкретной бизнес-задачи. Ну и немаловажный момент, поскольку я говорила о том, что Яндекс.Дата.Платформ — это облачные сервисы, то есть те сервисы, которые не разворачиваются, он прям на серверах и мощностях заказчика. Особым пунктом хотела бы отметить вопросы безопасности и защиты данных. Яндекс поддерживает все требования федерального закона номер 152 и все требования федеральных, ой, индустриальных стандартов GDPR, ISO и PCI DSS. Кроме того, с точки зрения физической защиты, также используется многоуровневая защита данных в цодах Яндекса и, естественно, используются шифрования данных и дополнительные инструменты. Ну, помимо этого, Яндекс.Дата.Платформ предлагает нам и нашим заказчикам использовать достаточно продвинутый, но при этом простой в использовании инструмент аналитики и построения дожбордов DataLens, дает нам широкий набор инструментов и гибкие возможности по интеграции данных от данных CRM и Яндекс.Метрики до данных сложных ERP-систем. И, помимо этого, Яндекс.Дата.Платформ предоставляет нам такие технологии для реализации базы данных, хранилища данных, которые дают нам возможность на высокой скорости получать данные для построения наших аналитических отчетов. Что умеет Яндекс.Дата.Платформ и где можно использовать и применять непосредственно вот этот комплекс, набор конструкторов этих сервисов? С точки зрения технического применения это могут быть и корпоративные хранилища, и анализ слогов, и интернет вещей. То есть Яндекс.Дата.Платформ имеет в своем составе уникальные сервисы, которые могут обрабатывать данные как в потоковом, так и в пакетном режиме. С точки зрения того, где использовать Яндекс.Дата.Платформ, это могут быть задачи операционной аналитики, аналитики и обработки больших объемов данных, и аналитики в реальном времени. Ну а с точки зрения прикладных кейсов, это кейсы, которые касаются управленческой отчетности, маркетингового менеджмента и прогнозирования спроса. Ну и, естественно, прошу прощения, любые другие кейсы, которые требуют от нас каких-то визуализаций на основании данных. Немаловажный момент тоже, который касается непосредственно того, что Яндекс.Дата.Платформ использует как бы свои сервисы Яндекс.Клуд, это позволяет нам экономить достаточно неплохо, на 50% в год примерно, на использование инфраструктуры. То есть облачные сервисы Яндекс.Дата.Платформ не требуют от нас дополнительного размещения серверов в дата-центре, то есть нам не приходится самостоятельно закупать этот сервер, искать, где его можно как бы содержать. Не требуются затраты на администратора базы данных и не требуются затраты на системного администратора. Да, беря, мы можем взять все это в аренду у Яндекс.Клуд и на основании этого уже строить нашу платформу данных. Так, здесь сейчас на слайде приведен такой расчет для примера сервера для базы данных по СГСКЛ и, в принципе, вы можете ознакомиться с конкретными цифрами. Что же внутри Яндекс.Дата.Платформ? Да, как я уже сказала, это набор, это некоторый конструктор сервисов, который позволяет нам выстроить ту архитектуру, которая нужна для решения конкретной бизнес-задачи. И для решения каждой, ну, для реализации каждого слоя аналитической системы Яндекс.Клуб предлагает нам сразу по несколько инструментов, которые мы можем выбирать в зависимости от того, опять же, какую задачу мы решаем, какого объема данные мы планируем загружать, на основании каких, опять же, данных, структурированных, не структурированных, мы планируем строить свою аналитику. И если смотреть на слайд, то для загрузки и трансформации данных Яндекс предлагает нам использовать свои уникальные сервисы Data Transfer. На текущий момент времени это бесплатный сервис, но позднее он будет тарифицироваться. И Яндекс.Дата.Прок.Спарк. Это сервис, который позволяет нам разворачивать кластер Спарка и работать непосредственно с заданиями уже в Яндекс.Облаке. С точки зрения вычислений близких к реальному времени есть такие сервисы-инструменты, как Message.Qua, Manage.Radis и Яндекс.Датабейс. С точки зрения транзакционных с УБД Яндекс предоставляет нам сервисы по управлению PassGray SQL, MySQL и иными базами данных. А с точки зрения больших аналитических хранилищ у нас есть возможность использовать и разворачивать кластеры Greenplama, Object Storage S3 и Apache Hadoop. Отдельно остановлюсь на витринах. Витрины реализуются с помощью, с использованием ClickHouse. Это одна из таких уникальных разработок, которая также родилась в Яндексе для решения внутренних задач Яндекса. И ClickHouse имеет особенную структуру хранения данных. Там используется поколоночная структура. И за счет отдельных механизмов сжатия этих данных ClickHouse умеет работать с любыми объемами данных и делать это очень быстро. Именно в этом заключается его отличительная особенность от других инструментов, которые могут использоваться для витринах. Ну и для отчетности и аналитики мы используем DataLens. На этом я передам слово сейчас Соловьеву Леониду. Он расскажет уже более детально, как из вот этого конструктора, из этих кубиков, которые представлены на слайде, мы собрали архитектуру под конкретный кейс, который мы разбирали. Леонид, передаю тебе слово. Мария, спасибо. Коллеги, всем добрый день. Так, сейчас. Ага, все правильно открыто. Мария рассказала нам о том, что сервисов в Яндекс.Облаке у нас очень много, а сейчас я уже так поподробнее расскажу, какие компоненты необходимо нам выбрать для решения уже непосредственно конкретных задач. Ну и, собственно, одной из такой задач в рамках сегодняшней нашей встречи это являлась задача в рамках кейса для округа BI Громова. В рамках этой задачи перед нами стояла реализация полезных визуализаций для бизнеса. Так, сейчас переключу слайд. Соответственно, наш бизнес — это дистрибьютор одежды и обуви. У владельца бизнеса классический запрос. Он хочет использовать BI-инструмент для ответа на вопросы, которые, ну, соответственно, возникают у собственника компании, касаемо здоровья своего бизнеса. То есть для того, чтобы анализировать ситуацию в прошлом, принимать решения в настоящем и, соответственно, корректировать ситуацию в будущем. В рамках кейса нам было предоставлено три файла с данными о компании. Это база данных компании в формате MDB. Ну, то есть там содержатся данные о заказах, клиентах, товарах и другие данные. Затем это файл Excel о сотрудниках компании и файл XML по поставщикам. Ну и, собственно, вот таким образом звучала задача, и мы начали ее решать. Вот. Начали мы ее решать с подготовки архитектуры. В рамках кейса данных у нас немного. И, на самом деле, вообще говоря, все вот эти вот данные, ну, просто в файлах, небольшого объема можно было привести к одному виду, допустим, CSV-файлу и загрузить напрямую в DataLens. Вот. Но мы все-таки... Это было бы слишком просто, да? Ну, мы все-таки давайте покажем с вами корпоративный сценарий, рассмотрим. Соответственно, перейдем непосредственно к сценарию. В рамках архитектуры мы определили следующую картину. Файлы с данными по деятельности компании мы загрузили в Object Storage. После этого была необходимость применить некоторые преобразования для загрузки данных в едино-аналитическую базу данных ClickHouse, на основе которой бы составлялись визуализации в DataLens. Ну, такая вот простая архитектура. Тут нужно обратить внимание на то, что нашу структуру трех файлов мы объединим в единую базу данных и, соответственно, можем на одной визуализации использовать данные из разных, ну, первоначальных источников. Что касается именно преобразований, то для преобразований XLS и XML файлов у нас использовалась Cloud Function. Ну, для данного типа файлов это идеальный инструмент, чтобы взять наши файлы, конвертировать и отправить прямо в ClickHouse. Вот. В случае MDB Cloud Function нам не совсем идеально подходит, поэтому в качестве преобразователя мы использовали Docker образ. Ну, мы через некоторое время вернемся к нашему кейсу, рассмотрим его подробнее, а пока давайте проанализируем ситуацию, как бы мы поступили, если бы у нас были другие источники данных, более сложные, например, база данных. То есть стало бы как-то наша архитектура сложнее или, наоборот, проще. Ну, вот, например, если бы в качестве нашего источника данных была какая-то реляционная база данных, например, PostgreSQL или MSQL. В таком случае для хранилища данных мы бы использовали управляемый сервис от Яндекс.Облака для соответствующих баз, а копировались бы и реплицировались данные в этот управляемый сервис при помощи сервиса Data Transfer. Data Transfer работает следующим образом. Этот сервис выполнил бы первоначальное копирование всей базы данных в Яндекс.Облака и после этого корректировал бы облачную базу уже только новыми или измененными данными. Ну, таким образом данные корректировались в облаке практически мгновенно. После этого при помощи интеграционного движка соответствующей базы данных данные бы отправлялись в ClickHouse для последующей визуализации в Data Lens. Как мы видим, наш кейс с одной стороны усложнился, то есть в данной ситуации используется уже подключение не просто к файлам, а к полноценным базам данных. Наша архитектура в результате от этого только упростилась. В принципе, на самом деле, тут эту архитектуру можно даже еще больше упростить. Здесь теоретически можно обойтись и без базы данных PostgreSQL, ну, вот PostgreSQL, да, или управляемого сервиса, или даже ClickHouse. Просто в данном случае, ну, в полноценной картинке, да, архитектуры, PostgreSQL мы используем для каких-либо дополнительных вычислений и обработки данных. Соответственно, если в этом нет необходимости, то можно отказаться от этой базы данных и заливать, соответственно, данные напрямую в ClickHouse. И точно так же ClickHouse мы используем для более быстрой обработки данных, но если у нас данных мало, то обработка, соответственно, будет и так быстрая, и нет смысла оптимизировать небольшое количество данных. Ну, тут как бы такой корпоративный сценарий, готовимся на расширение, на усложнение. Давайте рассмотрим еще более сложный кейс. Это ситуация, когда нам необходимо выполнять объединение нескольких источников. Рассматриваем нами случаи, используется база данных MySQL, какая-либо база данных корпоративных приложений, которые можно подключиться через GDBC или ODBC, и также в WebAPI. В данном случае речь идет о трех достаточно серьезных массивных источниках. Мы предполагаем, что здесь работа осуществляется уже с большими данными, поэтому в качестве хранилища мы используем GreenPlan. Как мы будем класть в него данные из наших источников? По MySQL мы уже разбирали в прошлом варианте кейса. В Яндекс.Облако есть сервис для миграции данных Data Transfer. Он отлично справляется со своей задачей. А вот в случае с источниками, с которыми Data Transfer пока работать не умеет, отлично справляется сервис Apache Kafka, который также легко можно развернуть в Яндекс.Облаке, настроить на работу с нашими источниками, и он также будет складывать наши данные в единую базу GreenPlan. После этого при помощи интеграционного движка необходимо данные для использования в DataLens перекладывать в ClickHouse, и вся визуализация и работа с сервисом DataLens осуществляется уже на основе этой базы. Давайте теперь вернемся к нашему кейсу. Я напомню, что... Так, сейчас давайте вернемся. Я напомню, что в рамках нашей задачи, которая стояла перед нами в рамках кейса, есть три источника данных. Это .xls-файл, .xml-файл и .mdb-файл. То есть это, по сути, база данных Аксесс. Они лежат в бакете, и каждый из этих файлов содержит таблицы. В .mdb-файле есть шесть таблиц, в .xl-файле две... Ну, страницы, по сути, две таблицы, и .xml-файл с одной таблицей. И нашей задачей стояла визуализация на основе этих данных. И, соответственно, сейчас я вам продемонстрирую возможности облака. А первым делом мы взяли... Так, сейчас я продемонстрирую экран. Поделиться. Так, надеюсь, мой экран видно. Ставьте огонечки, если видно. Ага, отлично. Первым делом мы взяли Object Storage и создали в нем бакет, в который положили наши три файла. То есть, вот Object Storage, вот у нас есть наш бакет. После этого создали нашу... Ну, соответственно, вот мы положили в наш Object Storage три файла. После этого создали облачную функцию Fashion, которая написана на Python. Вот Cloud Function. Вот функция Fashion. И если мы сейчас перейдем в редактор, мы увидим Python код, на котором как раз написана наша функция. В этой функции наш Object Storage берет из бакета и читает эти три файла. После этого эти файлы он переводит в CSV и отправляет их в ClickHouse. После этого мы создали триггеры, соответственно, триггеры, которые перезапускают нашу функцию. Вот этот триггер, Fashion Trigger XML. Он перезапускает нашу функцию в случае каких-либо изменений в бакете. Соответственно, этот триггер отрабатывает на создание файла в Object Storage. То есть, когда в наш бакет попадает объект, который начинается на AMP, то он вызывает вот эту функцию, вернее, ее последнюю версию, и выполняет ее под сервисным аккаунтом. И таким образом при добавлении файлов в Object Storage у нас будет срабатывать функция, которая конвертирует наши файлы и передает их в ClickHouse. Соответственно, это первый этап. И Cloud Function, он хорошо справляется с своей задачей, пока в качестве файлов работает с файлами форматов .xls или .xml. Ну, то есть, производится преобразование этих файлов, они отправляются в ClickHouse. Но это все хорошо, пока не надо делать что-то более мощное. То есть, например, поработать с базой данных Access, mdb, то есть mdb файлов. Проблема в том, что функции работают на виртуальной машине Ubuntu на Linux. Это выделенная виртуалка для выполнения кода, который у разработчика нет доступа. И для того, чтобы нам прочитать mdb файл, нужно что-то более глубокое. То есть, это либо развернуть, ну, специально развернуть виртуальную машину, либо развернуть какой-либо докер образ. Ну, мы, соответственно, остановились на втором варианте, он попроще, полегковеснее. Докер образ лежит у нас в... Сейчас покажу. Он лежит у нас в контейнер-регистре. Вот здесь лежит наш докер образ. Таким образом, mdb файл мы читаем через вот этот самый докер образ. То есть, это... Что такое докер образ? Докер образ — это заготовка операционной системы с каким-либо набором приложений и функций. Этот образ, он довольно легковесный. У него есть максимум одна-две задачи. И развернуть такой образ очень просто. В наш образ заносятся все программы, которые нам надо выполнить, и мы его же можем ставить куда угодно. У образа также есть Python. У него установлены нужные библиотеки. И вот этот образ также открывает файлы с бакетом. Внутри себя обрабатывает mdb файл и, по сути, делает то же самое, что и функция. Но функцию не заставит работать с mdb файлом, потому что там нужны зависимости на уровне системы операционной. А доступа к системе, соответственно, у нас нет. Вот. А здесь мы это, соответственно, проделать можем. И точно так же наш образ обращается к клик-хаусу. В нем происходит пост и также выполняется очищение таблиц. После этого берется наш файл mdb access из сториджа, парсится и пишется функция, чтобы перевести его в csv, и после этого заливается в клик-хаус, соответственно. Вот. Соответственно, чтобы нам выполнить эти действия, нужно создать докер-файл, прописать все необходимые в него зависимости и создать вот этот образ. После этого наш образ мы отправляем в облако Яндекса. Вот, соответственно, в контейнер-регистре, где я уже продемонстрирую, он там срабатывает, функция выполняется, и он включается. Чтобы развернуть в этом образе виртуальную машину в Яндекс.Облаке, есть такой сервис, как serverless-container. То есть это контейнер, который, по сути, не надо разворачивать. А этот контейнер сам отрабатывает тогда, когда срабатывает наш триггер. Ну, про триггер я уже говорил. Сейчас я вернусь к нему еще раз. В нашей Cloud Function есть одна функция и два триггера. Второй триггер как раз-таки отвечает за обработку MDB-файла. Вот. И, соответственно, когда наш триггер срабатывает, в serverless-container стоит ревизия, которая полностью выполняет тот образ, который в этот наш serverless-container закачан, то есть вот этот наш докер-образ. И, соответственно, в триггере, который у нас выполняется вот здесь вот Cloud Function для MDB-файла, у нас также стоит триггер на создание объекта, который имеет вначале название data. То есть любой объект, который начинается на data при создании в нашем object-сторадже заставляет сработать вот этот вот триггер, и триггер выполняет уже непосредственно вот этот вот, запускает serverless-container. Таким образом, наши функции докер-образ выполняются, после чего данные заливаются непосредственно в ClickHouse. После этого мы можем уже непосредственно с нашего Яндекс.Облака подключиться к нашему кластеру ClickHouse. Это у нас располагается. Здесь развернутый управляемый сервис. И в нашем, в этом кластере уже лежат подготовленные данные. Давайте я сейчас продемонстрирую подключение через SQL. Введем пароль. Для доступа к нашей базе данных нажмем подключиться. После этого мы попали в нашу базу данных. И здесь мы можем зайти, соответственно, вот все наши таблички. Ну, допустим, мы можем открыть табличку Employees и увидеть, что наша табличка с данными здесь уже сейчас, в данный момент находится. Ну, и также вот все таблички, которые у нас пришли из вот тех вот трех файлов, про которые я сейчас рассказывал. Про DataLens и реализацию... Ну, и, соответственно, DataLens наш уже подключается непосредственно к кластеру ClickHouse, и в DataLens мы строим визуализацию на базе вот этих вот данных. Про DataLens и реализацию в нем в рамках кейса уже подробнее расскажет Ирина Юбакиева. А я на этом свою часть выступления по архитектуре Яндекс.Облако закончил. Возможно, у вас остались какие-либо вопросы. Я с радостью готов на них ответить в чате. А пока я передаю слово Ирине. Так, добрый день, уважаемые зрители. Надеюсь, меня слышно. Я сейчас включу демонстрацию экрана. И поставьте, пожалуйста, огонечки, если все видно, меня слышно. Ну, все, отлично. Я вижу, что меня слышно. Сегодня я вам продемонстрирую возможности DataLens на основе предложенного кейса Fashion Evolution. Для Михаила длительный поиск данных для обработки или анализа был кежедневной рутиной, с которой он решил покончить, обратившись к нам. DataLens позволяет нам не только держать всю важную информацию в одном приложении, но и визуально объединить или разделить информацию. Вопросы из технического задания подразделяются на два типа. Это общие такие, как идет ли рост прибыли за определенный промежуток времени относительно прошлого, какие продажи и насколько прибыльна компания. И более конкретные, например, время от времени Михаил хочет детально анализировать заказчиков, своих менеджеров и перспективной страны. DataLens обладает огромным набором функциональной составляющей и настраиваемой цветовой гаммой, также различными способами построения диаграмм, самыми широкими возможностями распределения прав доступа, что немаловажно, и огромным функционалом. Исследуем органично собранную и информативную вкладку с общими показателями, которые Михаил хочет анализировать постоянно. Было принято решение для удобства скомпоновать визуализации четко на одном экране страницы без скроллинга, чтобы была возможность открыть на любом девайсе, например, на планшете, и быстро и эффективно произвести аналитику данных. Итак, первым делом Михаил хочет изучить показатели продаж, прибыли, также среднюю скидку и количество проданных продуктов. Представленные вычисляемые индикаторы отображают необходимые значения за все время жизни компании. Но руководитель также может выбрать любой период, например, если мы выберем 2006 год и возьмем данные только за июль. Вы видите, что автоматически перестраиваются все визуализации. Также можно сбросить выбранный период и, например, выбрать определенный год, за который мы хотим исследовать данные. И также автоматически перестраиваются все показатели на данной вкладке дашборда. Предлагаю сбросить выбранные периоды и перейти к остальным визуализациям. Вы могли заметить, что при выставлении данных в селекторе производится перерасчет всех визуализаций по необходимым периодам. Но также для удобства анализа можно с помощью вот такой иерархичной структуры сравнивать все показатели в разрезе лет. Например, возьмем... Вот у нас сейчас показан рост компании с 2003 по 2007 год. И при наведении на определенный год мы можем видеть показатели по каждому пункту. И при переходе, например, на 2006 год мы проваливаемся с помощью функции drill down на следующий этап иерархии. Это распределение показателей в 2006 году по сезонам. И мы можем увидеть, что осенью у нас самый доходный сезон получается. И при нажатии на определенный сезон мы также проваливаемся на следующую ступеньку иерархии. И видим, что сентябрь, октябрь, ноябрь. Это осень. И самый доходный у нас ноябрь. Также мы можем вернуться к выбору года и посмотреть не только за определенный год, но и сравнить рост компании по разным периодам. Например, по сезонам за всю историю жизни компании мы можем увидеть, что все-таки летом у нас самый доходный сезон. Это за всю жизнь компании. Ну и также можем провалиться на следующие ступени иерархии. Далее при желании можно более подробно исследовать прибыль и продажи при переходе по вкладкам данной визуализации. То есть у нас отображена динамика прибыли, динамика продаж в деньгах и продаж в количестве продуктов. Также отображена на одной диаграмме как количество, динамика количества, так и некая средняя скользящая, которая вычисляется. Однако можно не только изучить с помощью иерархии определенный промежуток времени, но и с помощью легкого выделения определенного периода. Например, за 2005 год мы вот так вот легко можем выбрать определенный период и изучить динамику более подробно. Сбросим наше увеличение. Также вы можете увидеть, что Михаил хочет узнать, выполняет ли компания планы по продажам и прибыли на конкретную дату и с начала года в процентах. И для этого использовались две кольцевые диаграммы, которые наглядно показывают, что из 100% плановой прибыли на данный момент выполнены 35,3% именно по прибыли. И осталось всего 64,7%. А также из 100% планов по продажам выполнено уже 35,8%. Далее рассмотрим более детально продажи Fashion Evolution. И для лучшего понимания работы компании Михаилу важно быстро найти статистику на запросы по типу, какие заказчики более прибыльны в определенной товарной категории. На данной древовидной диаграмме представлены лучшие заказчики. Например, вот магазинчик на Улу. Мы можем увидеть, что он принес 1635 единиц прибыли. И также остальные клиенты, заказчики, которые приносят достаточно высокую прибыль с распределением по размеру блоков. Далее у нас Михаил хочет знать, какие заказчики приносят прибыль в Бразилии по принципу 80 на 20. И мы можем увидеть, что Жорга Алемайо и Джоэль Допинто, они максимально стремятся достигнуть 80% прибыли относительно остальных. И мы можем понаблюдать, что у каждого заказчика есть процентное соотношение, распределение по процентному соотношению и по показателю прибыли. Далее у нас представлены вопросы, которые сравнивают страны. Для этого можно представить в виде картограммы. И это наглядно показывает, сколько еще стран можно задействовать, какая площадь уже в обороте. Иногда даже логистику выделить цветами. И все это по вашим запросам. Таким образом, для выяснения наиболее перспективных стран для компании мы можем выделить, например, топ-5 стран. Вы можете увидеть, что при выборе в селекторе топ-5 стран перестроились только две визуализации. Это линейчатая диаграмма, которая показывает, что Германия является самой перспективной страной по прибыли. И при наведении на карте на область страны Германия мы можем в тултипах увидеть показатели прибыли, продаж, а также продажи количества продуктов. Но для выяснения наиболее перспективных стран для компании мы выделили топ-5. А также Михаил хочет выяснить соотношение менее прибыльных стран относительно топ-5. И вы можете увидеть, что по данному селектору была настроена связь только с одной визуализацией, что показывает возможность настройки связи очень удобным и быстрым способом. И мы можем увидеть, что относительно топ-5 следующим уже является Бразилия с показателями 20 768 единиц по прибыли. Далее я бы хотела перейти к следующей визуализации. Это таблица, которая показывает индикативом самого лучшего менеджера по объему продаж. То есть мы можем увидеть, что зелененьким подсвечивается Роб Карсен, у которого самые высокие объемы продаж, который составляет 335 практически тысяч единиц. И вы можете заметить, что индикатив настраиваемый, то есть в зависимости от показателя продаж цвета изменяются. Далее для лучшего понимания своих сотрудников или продукции важно найти статистику на более конкретные вопросы по типу «Есть ли менеджер, который достигает большого объема продаж исключительно за счет высоких скидок?». И для таких вопросов удобнее использовать гистограммы или таблицы. И DataLens, конечно же, дает возможность построить стандартные графики зависимости с выделением цвета, линейчатые диаграммы в различных цветовых сочетаниях и для более яркого представления. Например, на данной столбчатой диаграмме представлены соотношения высоких скидок на каждого менеджера. Данный индикатор показывает среднюю скидку в определенном городе. Мы можем увидеть, что без выбора определенного города средняя скидка составляет 5,6% и подсвечивается этой зеленой галочкой. При этом, если мы выберем, например, город с меньшей средней скидкой, то индикатор немножко изменяется и показывает, что относительно средней скидки у нас изменился показатель. Но так как у нас вопрос связан с Парижем, мы выбираем Париж и хотим изучить. То есть у нас средняя скидка по менеджерам из Парижа – это 6,11%. И видим конкретных менеджеров из Парижа. И видим, что Джоан Коллинз у нас достигает очень высоких продаж исключительно за счет высоких скидок. Далее я бы хотела перейти к следующей визуализации, которая показывает возможность цветовых палитров DataLens. Мы рассмотрели различные способы построения диаграмм, но я хочу отдельно поговорить о цветовой гамме нашей программы. То есть, глядя на наши графики, мы видим, что цвета яркие, но при этом приятны глазу. И такие цвета не будут забирать слишком много внимания на себя, и при этом гармонично достаточно смотрятся. В нашем приложении есть возможность настройки нескольких наборов цветовых палитр. То есть есть функция градиентов в различных визуализациях, которая позволяет при увеличении показателей делать цвета насыщеннее. И при этом получается достаточно мягкий переход. То есть вы можете увидеть на примере визуализации по проданным товарам Эриком Пресли, что при уменьшении продаж у нас насыщенность цвета изменяется, и также достаточно плавные переходы идут. То есть такой светофор, можно сказать, зеленый, желтый, красный. И чем ниже показатели продаж, тем краснее цвет строки таблицы. Вот. Далее исследование продуктивных дней недели. Я уже показывала возможности иерархии при выборе конкретных периодов на диаграмме. Но есть еще возможность изучить показатели за весь период жизни компании. То есть, например, у нас исследование продаж в деньгах. Сейчас вы можете увидеть продажи в разрезе лет. Затем при нажатии на стрелочку мы увидим распределение продаж за каждый месяц, за весь период жизни компании Fashion Evolution, что очень удобно и наглядно показывает, что в июле у нас самые высокие показатели продаж. Ну и также, как и в прошлый раз, мы можем увидеть и исследовать показатели продаж за определенный период. То есть это 2006 год. Мы, например, посмотрим показатели продаж за данный год. Также можем посмотреть иерархию продаж в количестве по временным периодам, конечно же. Например, перестроилась на 2006 год и по месяцам распределения. Видим, что ноябрь у нас самый такой активный, доходный. И раскрываем суть вопроса по распределению наиболее продуктивных дней недели. Видим, что в данном случае по количеству у нас объем продаж в понедельник самый лучший. Также у нас представлена такая сводная таблица, которая отображает календарь по продажам. Мы можем выбрать любой интересующий нас месяц, например, ноябрь, и посмотреть в распределении продаж, как у нас обстоят дела. И видим, что 28 ноября 2006 года у нас очень зеленые показатели, очень высокие. Это достаточно наглядно показывает показатели. Далее исследования доходности пляжной одежды. Они представлены в двух визуализациях. То есть это линейная визуализация и столбчатая с группировкой по определенному продукту. И мы можем увидеть, что доходность купальника ревьера очень высокая за счет небольшого количества проданных купальников, но при этом по высокой стоимости. Это приносит очень высокую прибыль. Также можем увидеть, что при продаже большого количества, например, Short LA, у нас прибыль небольшая за счет того, что стоимость Short LA, видимо, достаточно низкая. И также у нас есть возможность изучить, приносит ли 30% прибыли в сумме определенные компании. В данном случае у нас выбор между Paradis и люди в черном. Мы их выбираем и увидим, что индикаторы автоматически суммируются. Ой, извиняюсь. Так, вот мы теперь выбрали два, две компании. И увидим, что автоматически суммируется процент прибыли, который приносят данные компании. К сожалению, они не приносят 30% прибыли компании, но ничего страшного. Мы можем также выбрать другие, любые другие компании, например, пусть будет Asia Moda, и посмотреть, какой процент прибыли она приносит. Также следующий вопрос у нас как раз связан с компанией Asia Moda, и нужно посмотреть, входит ли она в топ-5 поставщиков. Мы можем увидеть, что при выборе в данном случае в селекторе Asia Moda у нас автоматически перестроились две визуализации, которые показывают, что Asia Moda входит только в топ-10 компаний по прибыли. Ну и также при сбросе данного селектора мы можем увидеть, что визуализации также перестроились, и можем изучить топ по всем странам, ой, по всем компаниям. Вот. Ну, также возможность есть выбора определенного распределения. То есть, например, топ-3 мы увидим, что самый первый Аустралиц. Сейчас сбрасываем наш селектор. И далее у нас есть еще несколько визуализаций, которые отвечают на все вопросы технического задания Михаила. На данном этапе демонстрации я бы хотела уточнить, есть ли у вас вопросы по продемонстрированному материалу, или мы можем перейти к небольшому практическому моменту, чтобы показать, как это работает. Ну, отлично. Раз я вижу огонечки, значит, мы можем перейти к практике. Думаю, что это самое интересное. Вы можете увидеть, что здесь есть еще одна вкладка вебинар. Я ее вставила так. Также логотип Fashion Evolution. Можем проследить, что эти вкладки друг между другом переставляются очень легко. Все на самом деле показывает, что продукт является очень простым в использовании и интуитивно понятным. Для того, чтобы продемонстрировать все возможности, я предлагаю пройти по всем этапам нашей цепочки, то есть от подключения до создания дешкварда. Для этого мы переходим на диаграмму, которая открывает главную страничку даталианса. Видим, что у нас вся цепочка состоит из четырех этапов. Это создание подключения, создание датасета, также создание чарта и дешкварда. Для этого переходим на создание подключения и увидим все возможные коннекторы, которые сейчас реализованы и работают в очень быстром режиме и легко настраиваются. Например, если мы возьмем ClickHouse, мы можем спокойно выбрать определенное облако, в котором у нас имеется настроенная база данных ClickHouse, которую демонстрировал мой коллега Леонид Соловьев. Мы можем спокойно обновить страничку для того, чтобы посмотреть всевозможные кластеры, которые уже имеются. Мы можем посмотреть уже преднастроенные подключения, то есть у нас есть папка Fashion Evolution, в котором находится... А, точнее, она в папке. Да, у нас есть уже преднастроенные соединения, то есть у нас выбор идет определенного кластера или можно настроить все вручную, то есть это имя хоста мы настраиваем и имя пользователя, некий пароль. И в данном случае у нас уже настроено подключение к ClickHouse, и мы можем отсюда, например, создать новый датасет. Можем увидеть, что на основе уже созданного подключения к ClickHouse автоматически высвечиваются все таблицы, которые находятся в данной базе. И можем настроить прямо сразу связи между таблицами, чтобы отображать их корректно в нашем датасете. Для этого необходимо настроить обязательно связи. То есть у нас добавляем связь, выбираем Employer ID, и здесь также InfID применить, и вы можете увидеть, что автоматически в предпросмотре уже объединенные таблицы отображаются, что очень удобно. Также можно настраивать любые типы связи Inner, Left, Right и Full Join. Но в данном случае мы используем Inner Join, и при переходе на вкладочку поля мы можем увидеть все возможные поля, которые уже имеются в нашем датасете. Я предлагаю все-таки перейти к уже имеющемуся датасету, потому что там уже преднастроены... Так, для этого мы переходим на панели мониторинга датасеты. Обязательно Fashion Evolution. Окей. Вот, вы можете увидеть, что на вкладке источники уже настроены связи между таблицами определенным образом по ID, и также созданы некоторые вычисляемые поля. Далее создадим чарт. Для создания чарта необходимо обязательно выбрать тип чарта, и вы можете увидеть, что в раскрывающемся списке есть весь полный набор всех возможных визуализаций, которые можно создать. В данном случае предлагаю выбрать индикатор и посчитать все продажи за весь период времени жизни компании. Также настроим цветовую палитру, и можем настроить размеры, то есть это M, S, XS и так далее. И также можем изменить цвет, пусть будет в данном случае красненький. Мы сохраняем, и обязательно название, которое бы не пересекалось с уже имеющимся. Для этого мы перейдем во все объекты, перейдем на нашу вкладку Fashion Evolution папка. Готово. И индикатор, пусть будет индикатор продажи. Сохранить. Мы можем видеть, что индикатор уже создан. Попробуем вывести его на дашборд. Необходимо добавить чарт, выбрать определенную визуализацию, то есть это индикатор продаж, и он добавляется на нашу вкладочку. Также вы можете увидеть, что мы можем передвигать каждую визуализацию по дашборту, можем менять размеры, что очень удобно в нашем случае. Еще возможности создания индикаторов есть такие, что нажмем, перейдем в режим просмотра, и можем редактировать, например, уже созданную визуализацию прямо с дашборта. То есть мы можем перейти на вкладку редактирования с нашей вкладочки. Это очень удобно. Говорю как пользователь. Также, допустим, мы хотим просто сравнить продажи и прибыль. Для этого мы стираем, допустим, с оси О-Игрек и оставляем только продажи и прибыль. И делаем такой несложный способ сохранения. Это сохранить как. Называем, допустим, сравнение динамики продажи и прибыли. И сохранить. То есть у нас уже имеется теперь новая визуализация, которая отображает необходимые нам показатели. Далее, естественно, выведем также этот чарт на дашборд. Добавить. И также, конечно же, можем изменять в размерах. Что еще очень удобно. Мы можем с одной вкладки скопировать и переместить на другую вкладку любой виджет из имеющихся. Например, у нас продажи есть, а индикатора прибыли нет. Ну, мы можем взять скопировать, если мы хотим и здесь, и там изучать. И вот вставить. Есть возможности вставки виджета. Вот. И теперь мы можем изучить как динамику роста компании. Также некие индикаторы, которые показывают возможности вычисляемых индикаторов. Вот. Ну, и еще предлагаю возможность настройки селектора. Это мы переходим в режим редактирования. Выбираем селектор. Выбираем обязательно датасет, который привязан к этим показателям. То есть, в данном случае он находится в папке. И выбираем датасет Fashion Evolution. Ну, допустим, это дата заказа и дата продажи. Поле, по которому мы выбираем. И можем выбрать диапазон. Добавить. Вот и все. Наш селектор настроен. На всякий случай можем провести обновление странички. И выбирать абсолютно любой, например, год. В нашем случае будет 2005 год. Видим, что визуализации перестроились. Можем перейти по сезонам и так далее. По месяцам. Можем сбросить этот период и задать его в виде диапазона. Например, 2006 год. Пусть будет теперь август. Мы просто выбираем на календаре определенный период. Очень удобно и быстро вычисляется. Сбросим наши селекторы. Таким образом, я, наверное, закончила этап практического создания вкладки дешбарда. Есть ли какие-то вопросы по продемонстрированному материалу? Спасибо за поддержку. Да, Ирина, очень активно и поддерживаю. Всем понравилось. Спасибо большое. Как вы все рассказываете, показываете. Давайте, наверное, обобщим вопросы все, потому что довольно-таки много было вопросов с крупными мазками. То есть все спрашивали про уровни доступа. То есть как можно организовать на уровне непосредственно DataLens и как можно организовать уже на уровне DataPlatform это сделать. Поясните, пожалуйста, так, чтобы всем поняли, потому что не все заходили в раздел «Вопросы». И вот хочется эту тему немного обсудить. Да, давайте я тогда подскажу. Смотрите, вопрос именно про DataLens, правильно? Права доступа в DataLens. Значит, в DataLens можно ограничивать права, собственно, задавать конкретные объекты. То есть можно определенному пользователю выдавать доступы к определенным объектам. То есть это как конкретные визуализации, там, конкретные подключения, определенные дашборды. Соответственно, мы добавляем в нашу учетную запись пользователя и ему предоставляем определенный доступ. Также есть привычный, ну, такой распространенный, наверное, сектор безопасности. Это доступ, ограничение доступов на уровне строк. То есть это, например, когда можно определенные фильтры применять для определенных пользователей. То есть если у нас, допустим, менеджер работает только с регионом Армения, да, он будет видеть только Армению. Если там только с Россией, только Россию. То есть можно вот такие разделения делать. Что еще, что еще? Можно делать публичный доступ к дашбордам. Опять же, это будет общедоступная ссылка, которая будет доступна для всего интернета. Опять же, также данные, которые будут выходить в этом дашборде по вот этой ссылке, также можно их фильтровать там как угодно и, соответственно, предоставлять доступы тоже только к определенным объектам. То есть если какую-то визуализацию пользователи не должны видеть, то эта визуализация отключается, пользователи ее не видят. Вот. То есть вот такие возможности. Отлично. Роман Витальевич спрашивал, что если корпоративная сеть, и он хочет, чтобы, допустим, его сотрудники не заходили в DataLens непосредственно с домашних компьютеров, можно ли вот здесь ограничить их? Ну, тут ситуация следующая. Тут, поскольку сервис, он не располагается именно на локальной машине, то есть он облачный, то здесь разграничение доступа ведет только по учетным, пользовательским учеткам. Соответственно, если, допустим, какому-то пользователю по его учетке какие-то данные недоступны, то они ему, соответственно, и недоступны. Вот. Если они ему доступны, то они ему доступны. Там конкретно как-то по машинам, по IP-шникам распределять, это только вот уже по уровням, там, именно к базам данных доступ. В DataLens такого нет. Отлично. Спрашивали вопросы по архитектуре, то есть когда вот вы рассказывали, признавали, очень часто говорили, что нужно тут выбирать клейхаус, или вот вообще как правильно выбрать базу данных для работы, построения хранилища? Ну, посмотрите, коллеги, мы здесь рассматривали именно корпоративный сценарий, и мы рассматривали на то, что у нас все-таки данные, они... Изначально их много, и они еще будут расти. То есть мы рассматривали вот такую историю. Соответственно, если есть там предположение или понимание того, что данных мало, и это все как-то там развернуто, и это легко будет подхватываться и перегружаться, то, соответственно, структуру можно упрощать. Мы рассматриваем сразу объемно, да, поэтому, наверное, может быть, показалось, что многовато, но в целом это стандартный корпоративный сценарий. Если нужно там анализировать семейный бюджет, да, ну, соответственно, да, действительно, зачем столько сервисов использовать? То есть можно напрямую подключать там CSV-файл в свой DataLens и, соответственно, там визуализировать. Вот, тут еще вопрос в чате я вижу, а что-то типа DAX и QueryM есть в DataLens? Да, там чуть-чуть выше. Павел Дубинин перекладывал ссылку как раз на собственный язык запросов DataLens. Соответственно, можно по ней перейти, и там полный справочник по всем функциям, которые имеются в DataLens для проведения кастомных разных вычислений, написания логики. Отлично. Виталий Тарабрин спрашивает, какие ограничения на размеры CSV-файлов есть, их количество в датасете и количество строков в табличках при загрузке данных? Сейчас... Там следующая ситуация. При загрузке CSV-файла, CSV-файл, он материализуется внутри DataLens. И я, насколько знаю, ограничение на именно вот эту внутреннюю материализацию, оно, по-моему, если ничего не изменилось, 500 мегабайт. Вот, соответственно, вот такой размер файла поддерживает DataLens, именно если у нас в качестве источника мы используем CSV-файл. Но CSV-файл можно загружать напрямую в ClickHouse, и тогда, соответственно, эти ограничения снимаются, и там можно вплоть, вот сколько в CSV-файл влезает, столько такой объем, и, собственно, будет поддерживать. Отлично. Очень часто пользователям нужно табличное представление. Также был вопрос от Романа. То есть очень любят нетиповые табличные форумы. Как вы здесь справляете DataLens? Там есть два типа стандартных визуализаций. Это обычная таблица и сводная таблица. Еще, насколько я знаю, по-моему, сейчас не так давно появилась функция, если именно не обычная, да, таблица. Там появилась функция возможности проведения иерархии в таблицах. Там Ирина как раз тоже показывала одну из таких иерархий. Вот, то, что можно также добавлять. Ну, и, соответственно, там сводные итоги. Опять же. Ну, просто, то есть мы видели, да, раскраску красивую. Какие-то вот такие визуально, допустим, иконочки можно будет встроить? Конечно, я тут еще добавлю, что есть возможность не только создания именно визуализации, как визуализации таблицы, но и на дашборде с помощью библиотек Markdown можно создавать там визуальную таблицу, в которой в каждой строке, в каждом столбце будут определенные данные, которые вам нужны. То есть, да, можно добавлять какие-то там ссылки в поля таблиц и так далее. Это уже из дашборда именно настройки. Вопрос, Дмитрий. То есть, а какие вообще интерактивы есть на дашбордах? То есть мы видели кроссфильтрацию, то, что вы нажимались, там перестраивались графики некоторые. А какие еще есть возможности? Ну, на самом деле, именно в режиме редактирования в дашборде есть возможности абсолютно различные от настройки связи между различными там, да, фильтрами и визуализациями. Также возможность добавления каких-то дизайнерских, возможно, картинок, различных чартов, заголовков и текстов. Также из именно дашборда можно настраивать, допустим, автообновление отчета с различными интервалами и периодами и возможность настройки доступа к определенным дашбордам. Я также хотела добавить, что после окончания вебинара мы обязательно поделимся нашим дашбордом уже преднастроенным и дадим публичный доступ, чтобы каждый смог посмотреть визуализации самолично. Отличная новость, что люди смогут зайти прям вживую, потрогать, посмотреть, как это работает инструмент. Я вот даже заметила, что у нас Юлия Анатольевна заинтересовалась и уже готова идти в бой, смотреть платформу DataLens и пробовать, тестировать. С какими объемами данными по максимуму может работать DataLens и, соответственно, при правильной архитектуре? То есть, может быть, есть какие-то кейсы, решения, замеры вы делали? Ну, смотрите, давайте мы тут не будем скрывать, да, есть определенные ограничения именно под те данные, которые под себя может брать конкретные визуализации, ну, там, до 100 тысяч строк. Но в целом это суть в том, что DataLens все-таки должен работать с витринами, которые у нас лежат в кликхаусе, и именно на нахождение данных в определенной базе данных это уже отвечает ограничению именно базы данных. Соответственно, при правильной подготовке архитектуры вот, как вы сказали, да, то там уже ограничений особо никаких и нет. Если глобально, то есть при правильной подготовке данных, используя нужные сервисы, при правильной архитектуре ограничений нет. Ну, тут еще, наверное, стоит отметить, что DataLens — это все-таки не инструмент для построения каких-то больших отчетностей, когда там бухгалтер, допустим, запускает отчетность за последние 25 лет, да, и хочет получить все там транзакции построчно, да, соответственно, да, с такими данными DataLens работать, конечно, не будет. Ну, надеюсь, таких бухгалтеров в современном мире уже нет. Да, то есть именно, ну, какие-то вот, да, сходные витрины, спокойно, да, без ограничений. Все отлично. Можно ли добавлять какие-то кастомные визуализаторы, если не хватает стандартной библиотеки? Насколько я знаю, такой возможности нет. Может быть, Павел меня исправит? Вот, но сейчас, по-моему, насколько я понимаю, там нет. Единственное, что можно писать только определенные… есть возможность писать QL-чарты, и там можно по определенному с кем-запросу, допустим, добавлять данные в конкретной визуализации, но из имеющихся стандартных. Хорошо. Мне вот стало самое интересное. Вот настройки, они вот насколько гибкие? То есть могу ли я поменять там шрифт, цвет, если мне не нравится на визуализации? То есть вот как с этим справляется DataLens? Ну, там прям совсем-совсем глубоких настроек нет. Есть такая средняя глубокость. Вот, то есть там есть, допустим, определенные стандартные там цвета расположения, да, их менять, ну, соответственно, можно там, ну, все, что позволяет сервис, да, но там именно там изменить там Times New Roman, допустим, шрифт на калибре, ну, такой возможности, конечно, сейчас пока нет. Но при этом, вот как я показывала на примере индикатора, можно там выбрать определенные палитры, выбрать определенные цвета, которые нужны, размеры меняются от размера L до XS, то есть, в принципе, можно поманеврировать, так сказать. Отлично. Знаете, тут мне взял такой вопрос, вот мы сейчас с вами обсуждаем, какая вот вообще нужна команда для того, чтобы внедрить вот систему DataLens просто у себя, если я простой аналитик, и что необходимо будет сделать, если я хочу внедрить полное решение у себя в компании, где уже большая корпоративная структура, то есть количество людей, там порядка 10, уже 20, 100 пользователей. Как подойти к данному проекту при вот таких двух разных ситуациях? На самом деле, мне здесь кажется, что это, ну, каждый случай индивидуальный, да, и даже вот, ну, как-то так под общую гребенку, наверное, всех не взять, да, то есть тут, возможно, скорее история про то, ну, какой сейчас, как сейчас это все реализовано, на каких базах это базируется, да, и, соответственно, ну, какая требуется последующая подготовка, да, потому что, если, допустим, это требуется какая-то минимальная там подготовка, да, и нам нужно просто данные из одного кликауса переложить в другой, ну, это просто один аналитик справится, там, причем достаточно быстро сделает, и все, да. Если там данные лежат, допустим, в каком-то там необработанном виде, да, для них нужна еще какая-то подготовка, они лежат в какой-то там необычной базе, то тут уже, конечно, да, архитектура усложняется, соответственно, нужно больше подготовки, там, не дай бог, там питон-код писать какой-то, и тут уже, соответственно, нужно еще и разработчика подключать. Вот, опять же, именно по срокам тоже тут все зависит от объема данных, от архитектуры, которая сейчас реализована, которая предполагается реализовать, как это дальше на масштабируемости идет, как быстро нужно получать, обновлять данные. То есть тут много таких вопросов, которые нужно изучать, мне кажется, в каждом конкретном кейсе. Хорошо. Если у компании уже сейчас есть хранилище данных, и они вот ищут BI, которые сядут поверх их, так назовем, хранилища данных, и можно будет создать красивую визуализацию, ну, в принципе, чистый функционал BI, вот здесь DataLens справится с этим, или как правильно подойти к решению этого вопроса? Ну, если это на, допустим, визуализации базируется на тех источниках, которые поддерживают DataLens, то в целом, да, можно с одного инструмента переехать на другой, но, опять же, просто надо понимать там соответствующие особенности ограничения именно конкретного продукта, на который переезжают. Ну, в нашем случае DataLens. Может быть, просто каких-то возможностей будет не хватать, например. Хорошо. И как мы поняли, что это полностью российская разработка, то есть это не где-то за рубежом, так как все-таки программа импортозамещения сейчас активна, все боятся идти там в облако изначально, боялись, по крайней мере, раньше. И вот здесь как? То есть не будет ли такого, что как с Amazon люди подключатся к Яндексу, и потом это может вдруг все пропасть? Нет, это полностью отечественное решение. Ну, пропасть что угодно может. Тут, конечно, в современном мире живем, но в целом нет. Но это полностью отечественная разработка, и там под какие-либо санкции оно, конечно, не попадет. Ну, а что касается самого облака, то сами данные лежат в российских серверах. То есть у Яндекса, ЦОДы, в которых происходит, собственно говоря, аренда мощностей и ресурсов, это все расположение в России и полное соответствие к российскому законодательству. Отлично. Как говорят за облаками будущее, все хотят туда переходить, разворачивать. И вы вот сказали, что в рамках вебинара очень как-то нецелесообразно сейчас хранить все на своих серверах. Это все-таки дополнительные люди, администрирование сложное, а облако – это за ним будущее, что вот мы даже сами в своих культурах пользуемся, инфраструктуре, и отлично все администрируется, легко. То есть теперь знания даже не нужны для того, чтобы работать. Мы видим то, что у нас публичный дашборд опубликовал Павел. То есть можно будет перейти, посмотреть в чате. Да, конечно. Тут еще, наверное, даже стоит отметить по поводу облачной инфраструктуры, что с точки зрения надежности, да, вот как раз к предыдущему вопросу, да, и возвращаясь, на мой взгляд, это более даже надежная инфраструктура, чем какая-то локальная в своей организации, потому что, ну, в своей организации не обеспечить того уровня сервиса, того уровня надежности и хранения данных расположения кластера, да, какой можно обеспечить, ну, соответственно, такая большая организация, как Яндекс. И вот тут Роман Витальевич нас подводит к последнему, наверное, вопрос на сегодня. Это как определить стоимость владения, то есть из чего складывается стоимость решения? Стоимость решения. Есть специальный калькулятор в Яндекс.Облаке. Сейчас я его, ссылочку отправлю в чат, и там можно прикинуть под свои ресурсы стоимость... Вернее, под свой кейс стоимость ресурсов. Вот. Вот отправил в чат сейчас. Да, но если говорить еще, вот есть стоимость владения, да, есть стоимость внедрения. Если говорить про стоимость внедрения, то она складывается из стоимости, соответственно, услуг по внедрению, то есть это стоимость, если вы, например, обращаетесь в нашу компанию, это стоимость услуг по развертыванию этой инфраструктуры, по разработке всех структур данных, ну, то есть таблицу словно в клихаусе или где-то еще в соответствии с архитектурой, настройка сервисов, плюс стоимость аренды ПО. Соответственно, если мы говорим про стоимость владения, то это стоимость аренды ПО, плюс стоимость либо ваших специалистов по сопровождению программного обеспечения, либо стоимость специалистов компании внешней. Отлично. И я вижу, вот тут появился вопрос от Максима Рюхин, давайте на него ответим, и, наверное, будем финализировать наш с вами вебинар. Максим спрашивает, для корпоративной истории, то есть большой компании типа РЖД, есть свой сот, подключить через какой-то DL можно или все равно нужно клихаус, и сот Яндекса будет использовать? Тут я предполагаю, что если есть свой сот, то все витрины для DataLens можно подготовить, соответственно, на своей стороне, и, соответственно, вот эти вот фрагменты таблиц, которые будут использованы именно для визуализации, можно их подготовить и просто перенести в клихаус. И, соответственно, после того, как они будут перенесены в клихаус, именно уже в Яндекс.Облаке, да, можно будет непосредственно подключиться к DataLens и проводить визуализацию. То есть тут необязательно полностью переносить все на Яндекс. Это вот очень полезный был вопрос и ответ, потому что у многих уже что-то есть, и они вот хотят закрыть какие-то только локальные свои вопросы. Да, для локальных вопросов. Локальные переносится все. Замечательно. По моим ощущениям, вот DataLens – это одно из сейчас таких легких, лучших решений, которые представлены довольно-таки self-service. То есть я знаю, что очень большое комьюнити идет в решении. Можно зайти там в Телеграме, спросить какой-то вопрос, ответ тебе подскажут. И если это, допустим, первый раз вы пытаетесь выбрать в BI-систему своей жизни, обязательно нужно изучить DataLens, попробовать построить, в первую очередь подходят, на мой взгляд, это аналитикам, которые там работают сейчас, и нужно автоматизировать свою работу. Тем компаниям, которые четко понимают и имеют правильную архитектуру в части хранилища, и вот потом только BI, а не когда BI замещает полный весь цикл, там в себе и хранилище делают, и еще много других функций, то здесь Яндекс.Даталенс, мне кажется, справится на отлично. И важно, подводя итог нашего вебинара, что найти в компании ресурсы, то есть понимать команду, которая будет заниматься этим, четко сформировать техническое задание даже уже на входе, то есть успех любого проекта – это грамотное техническое задание, и с кем-то идти в пару или даже самостоятельно реализовывать. То есть когда идти с кем-то, важно понимать, кто это будет вашим партнером, то есть это может быть интегратор или какие-то там ваши коллеги, которые уже специализируются и знают, как это делать, и, соответственно, они помогут построить и правильное вам хранилище данных в инфраструктуре Яндекса или любой другой, и, соответственно, настроить красивые, грамотные дашборды с той правильной логикой, то есть не просто картинки друг друга стороненные, а именно, чтобы была бизнес-логика в каждом дашборде, в каждом приложении смысл. Да, Виктория, спасибо. Сейчас я бы хотела еще попросить участников нашего вебинара пройти небольшой вопрос, небольшой опрос по тому, насколько вам понравилось, насколько вам было полезно поучаствовать в таком вебинаре. Пока коллеги проходят опрос, хочется сказать вам большое спасибо за то, что в короткое время согласились принять участие в этом тест-драйве, изучили комплексные задания, то есть подошли очень ответственно, то есть показали, как компания Йолова трепетно подходит к решению каждой задачи, разобрались, задавали очень много вопросов, то есть вы погрузились полностью в тему, то есть что необходимо было показать Михаилу и ответили на все вопросы по максимуму в рамках данного тест-драйва. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok